Ну что ж, давайте посмотрим всё о нём, да всё о нём. Всё о нём, да всё о нём. Давайте посмотрим, кто придёт. Расклад из потока. Расклад из потока. Что у меня с прической сегодня? Ну-то вы уже привыкли ко мне, скорее всего. Расклад из потока. Кто придёт, что скажет. Может быть и не мужчина придёт совсем, а женщина. Давайте посмотрим, подумайте о ком-нибудь. Ну давайте, кто придёт. Кто придёт к нам вечно на выборе, в выборе женщин, да. Рыцарь, чаш. Вечно на выборе женщин, вечно он с ними контактирует, знакомится, да, связи, так сказать. Простерянности вечно, да. Вечно на выборе женщин. Каждый нравится, у каждой свой такой есть шарм. Плюс. Налаживает контакты, новые связи, любит знакомиться. Рыцарь, чаш. Пришёл к нам рыцарь, чаш. Человек довольно-таки решительный, что касается женщин. Да, нам сразу же здесь показала. Ну давайте посмотрим, что хочет этот человек. Кому ты пришёл? Давайте покажи, покажи нам, пожалуйста, кому ты пришёл. Кому ты пришёл? Начал сразу рассказывать про детство, про своё, да. Человек, в принципе, одинокий, девочки, потому что любит отдаляться, удаляться, да. Здесь человек больше такой дикий, нежели социализация какая-то была. Нет, он, естественно, общается, потому что нам даже сразу же показало, да, что человек любит знакомство, а человек любит общение. Но все проблемы, которые у него есть, они идут из детства. Человек, в принципе, был всегда один. Может быть, его выделяли родители среди всех, да. Все оставшиеся серая масса. Ты самый яркий, видите, он на первом плане яркий, хотя сзади люди отвернуты, ребятишки. Да, может быть, здесь возлагали на него большие надежды, может быть, там, какой-то талант, да. То есть здесь проблемы идут у человека с детства, да, у этого рыцаря чаш. Может быть, и сейчас, да, у него с детства такая проблема, как выделяется, может быть навязчивым, может не видеть, да, что ведёт себя глупо. То есть вот такой вот человек. Здесь человек, да, природу дикий, больше любит леса, поля, да, как тут дикий олень, бегать, да. Вот что-то такое. Человек, может быть, который верит в магию, может быть, любит магию огня, костра. То есть здесь вот такой человек, которому нравятся какие-то походы, может быть, ну вот что-то такое, да, человек, который любит очень часто куда-то ездить, может быть, путешествовать, да, ну, желательно не города, а природа. Что ещё? Время. Время уходит, да. Время уходит, девочки, вот о чём он говорит. И здесь человек не вот это, здесь человек вот. Время уходит, всё течёт, да, с такой быстротой. Человек говорит, что, может быть, скорее всего, не может поймать время. Прошло много времени, человек почему-то сделать-то ничего. Толком-то и не смог, да. Либо у него такое видение себя, такого несчастного, всеми брошенного, да, который вот к себе хочет какого-то внимания, а все проходят мимо. Девочки, вот это и говорит о проблеме с детства, да, когда ребёнок один, хочет внимания яркий, но он один. Не понимаете дословно прямо, да, здесь надо мыслить шире. Информация идёт, я говорю, расширяйте своё сознание, да, не мыслите узко. Время идёт, много всего, чего хочется, да, но оно быстротечно. Человек боится, что что-то не успеет сделать, либо чувствует в себе большой потенциал, ему надо больше времени, больше людей, больше охват, вот всего надо человеку больше. А он чувствует себя, да, таким никчёмным, никому не нужен абсолютно. Полёта нет. Может быть и женщинами, за счёт женщин пытается самоутверждаться, да, вот здесь вот в самом начале, что много выбора у него из женщин, каждый раз пытается, да, какие-то новые подходы искать, какие-то новые знакомства. Может быть и самоутверждается за счёт женщин, потому что в мире мужчин самоутвердиться очень тяжело, там жёсткие законы, а здесь ему легче. Вот оно, да, и вышло. Самоутверждение за счёт мужчин, за счёт женщин. И что самое интересное, это с детства идёт, понимаете, это проблема с детства. С детства какая-то неуверенность. Когда у мужчины много женщин, это уже говорит о том, что мужчины не уверены. Нормальному самодостаточному мужчине, который чувствует в себе силы на всё, нужна одна, одна единственная, понимаете, которую он будет делать своей королевой. А когда их много, это говорит о том, что мужчины не уверены в себе. Он не может выбрать, он не может определиться. И не то, что, как сейчас многие, возможно, скажут, что ему, может быть, это не надо. Надо. Любому человеку нужна пара и любовь. Нужен дом, где тебя будут ждать. Это я слышала лично от мужчин, понимаете. А не вот эта вот лёгкость. Это всё игривость, это всё наигранность. Что ещё ты нам расскажешь? Ну да, клетка, клетка, ребёнок. Он ребёнком и остался. Он вырос, но остался ребёнком. И не помещается вот в те рамки, в которых был ребёнок, да. То есть он уже вырос из них, да. Но простора нету. Что-то у него, какие-то барьеры, через которые он выбраться не может. Что-то сдерживает в том, чтобы быть лучше, расти как-то. Девочки, это не в плане того, что, да, он, никто и звать его никак. Это может быть на должности человек, либо там какой-то в своём деле дока, да. Но внутренние, внутренние проблемы, внутренние границы. Что-то там у него внутри не даёт вот этому маленькому ребёнку развиваться дальше, уйдя от тех проблем, от тех сложностей, которые были в детстве. Это не говорит о том, что у него было жутчайшее детство. Хотя и тоже такое возможно. И выбирает отношения девочки, он, скорее всего, транслируя мать и дитя. Ему, женщины, нужны те, которые будут заботиться о нём, которые будут его лелеять, убаюкивать, я не знаю, там, чуть ли не грудью кормить. Которые будут его успокаивать, да. Дарить ему, знаете, как вот, по императрице всю любовь, которая может быть, да. Вот это вот и материнская, и любовь женщины, как женщины, да. Вот вся, он должен быть окутан ею прямо от и до. И ему всё равно мало. И эта любовь должна быть разной. Здесь человек с глубоко какой-то травмой. Такие отношения выбирает он. Зачастую женщины могут быть старше. Даже если младше, да. Ему всё равно нужна какая-то вот такая вот материнская любовь. Мне кажется, он с помладше женщинами даже и не будет долго. Потому что там энергия другая. Одинокий волк. Боющий со всеми, со всем миром. Такой, знаете, некий романтизм, героизм вложен, да, в жизнь. Может быть, какие-то фантазии у человека. Да, такие, что я один против всего мира. Вот так что-то у него, девочки. Никто меня не понимает. Я не нашёл свою волчицу, да, бегая, как кобелина по всем. Опискивая все ворота, да. Ищет человек, якобы своего человека. Но он никогда не найдёт, потому что проблемы-то внутри сидят. Из них он выбраться не может, если коротко по картам, да. Он не может себя сделать другим. Он такой, какой он есть. Он всегда будет неудовлетворён своей жизнью. Даже если он в жизни стоит, да, на ногах, то есть что-то имеет, он всё равно будет думать, что всего мало, недооценили, не поняли. Он достоин большего и так далее. То есть здесь у мужчины вообще проблем куча. Время бежит, он считает, что, ну, он должен быть уже где-то там, на Олимпе, да, рядом с богами, он всё ещё сидит, вот, чуть ли не с протянутой рукой, как он думает, да, хотя у человека есть многое. То есть человек, скорее всего, не живёт здесь сейчас. Человек живёт либо в прошлом, либо в будущем, которого ещё нет. Вот в чём беда человека. Он не акцентрирует внимание на сегодняшнем дне, да, на сегодняшней минуте. Человек либо там вспоминает, как плохо, либо думает, что же будет дальше, да, не учитывая того, что надо что-то делать сейчас, чтобы будущее было лучше. Так, что ещё расскажешь ты нам? Что ещё? Страсти, страсти мужчины. Вот я и говорю, человек, он прямо утопает в страсти женской, он горит изнутри, ему всё мало. Такое ощущение, что он сгорит скоро. И всё это легло на карту ребёнка с детства, понимаете? Самоутверждение, я и говорю, человек самоутверждается за счёт женщин. Он огонь там, знаете, он черпает там энергию, потому что в мире мужчин ему нелегко, скорее всего. Конкуренция там очень жёсткая, понимаете? А здесь человек, да, самоутверждается за счёт женщин, за счёт секса, за счёт огня. Он и хочет, понимаете, вот это вот, что я такой, знаете, самец, да я могу всё. То есть он, якобы другим мужчинам может транслировать, да, что посмотрите, сколько у меня женщин. Но умные мужчины, да, не гордятся своими походами по другим женщинам, да. То есть здесь вот у человека и есть проблемы. Проблемы все в голове у него. Говорю, живёт же человек чем-то в прошлом. Герой. Герой-любовник. Ему нужно признание женщины, чтобы каждая его там нарекала чуть ли, да, вот здесь как рыцарь и дама, да, Камелота. Такой прямо он должен, такой благородный, такой весь вот такой. Вот ему нужна такая игра, ему нужна вот стиль такой жизни, понимаете? Иначе он не выживет. Иначе в тех мыслях... Если вот у него брать женщин, да, и оставить в мире мужчин, он там умрёт, потому что той конкуренции он не выдержит. Это мужчина слабый, в принципе слабый. Ему нужна женская энергетика, чтобы его поддерживать, представляете? А раз ему нужна женская энергетика, значит, он сам по себе слабый, в принципе. Женская энергетика – это женская. Она более чувственная, понимаете? Более эмоциональная. Мужская энергетика – это действие. Здесь у мужчины зачастую действий нет. Здесь эмоции одни, эмоциональность, понимаете? Он ничего, может быть, никому и дать не может, потому что у него больше эмоций. Действий-то нет. Энергия-то кругом женская, и в нём она. Здесь мама, вот ему, да, препонесла такой сюрприз. Здесь, скорее всего, на него, да, на мужчину, вот на рыцаре чаш, имела влияние больше мать. Не папа воспитывал, мать, которая вот немножко так вот что-то там повернула. Вот у меня такие вот красивые. Не будем отвлекаться, давайте ещё глянем, а то разовьём тут. Да, человек зачастую даже не знает, девочки, не знает, что делать. Не знает он, что делать. И указ ему тоже не указ, понимаете? Но опять же, здесь карта легла на карту мать и дитя. Скорее всего, здесь мужчина ждёт помощи от женщин, да? То есть, типа, вот я такой весь, мне надо помочь. Да, я не знаю, не могу. А как ты считаешь? И в глаза вот такие прямо, да, как у Катай Шрека. То есть, вот такой вот, ну вот как ты? То есть, управлять. Но, девочки, это видимость управления, понимаете? Видимость. Абсолютно человек себя внутри так не чувствует. По отношению к женщинам, это человек, который всегда будет диктовать свои условия. Но, когда ему надо, он примет такой вид. Здесь человек на самом деле живёт в своём мире. В мире иллюзий. Каждый раз меняя декорации. Вот кто над ним, да, каждый раз они должны меняться. Потому что ему интересен разный мир, разные сказки, да? То есть, их же много. Он готов окунуться в одну, в другую, в третью, да. Ему это нравится. Это комфорт. Это чувство комфорта. Вот о чём мы говорим, что здесь больше, да, такой вот энергетики, более мягкой. Что-то ещё хочешь сказать? Давай уже закругляйся. О ком-то думаешь? Переживаешь, может быть? Покажи нам. В пещере сейчас одинок. Одинок. Одинок человек здесь. При наличии кучи рядом женщин, человек одинок. Вот я и говорю, видите, женская энергетика. Женская в нём. Это не говорит о том, что да, он гей. Нет. Женская энергетика. Человек, который мужчина, а внутри нет действий. Если нет действия, значит, это не женская энергия. Это больше чувствительность. Вот об этом здесь и говорится. Человек погряз в болоте. Вот он и говорит, что вылезть не могу оттуда. Потому что очень много, да, видите, даже женщина лезет. Вон она. Погряз в болоте в этом. Карта к карте, да, идёт прям. Покажи нам. Может быть, ты кому-то что-то хочешь передать. Ну, всё себе, да себе. Страхов много. Страхов у меня много, говорит, да. Всего я боюсь. Боюсь. Вот тут время бежит, да. Боится старости. Боится что-то не успеть. Боится вообще, что, знаете, из мира канет вот без какого-то громкого имени. Вот так вот тут. Дверь эту зачастую пытается страхи закрывать он, да. Но от страхов-то не убежит своих. С ними надо как-то договориться. Что-то новое ждёт в жизни. Новое обновление новизны какого-то хочет человек. Но не получается, видимо, да. Судя по болоту. Для него жизнь, да. Также ещё может говорить, видите, что человек, да, может ползти по другим людям. И мы не принципиально. Нету друзей у человека это сто пудов. Потому что здесь человек вот с такой, да, картой может вообще и по друзьям пойти. Здесь нет друзей у человека. Их просто нет. Знакомых, да, много. Потому что человек очень общительный. Это мы в самом начале узнали. Контакты любит вообще. Но это не друзья. Человек связан. Здесь, девочки, может быть, натура, как сказать, там, творческая. Творческие энергии здесь идут. Оголённый провод нервы, да. Он выразить себя не может. Страдает самовыражение. Самовыражение непонятый, да. Никто не может толком его разглядеть. Никто. Ни одна ещё ни вот прям в душу не впала, видимо, да. Прячет себе он того вот парня, да, который на самом деле он там глубоко сидит у него. Я говорю время, 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 его прямо время у него в голове прямо так и есть. Тик-так, тик-так, часики-то тикают. Часики. Надо как-то жить. Нужны рядом тоже пара ног-то. Любых пара ног. Я имею в виду либо мужчины, либо нет ни друзей, ни женщины. даже если рядом сто людей, миллионов, нету. Нету того друга, на которого положиться в трудную минуту, но он же сам виноват. Сам. Да. Нету женщины, да, которой можно прийти домой и будет чашкать. Ну, сам же виноват человек. Сам. Никто не виноват в этом. Только он сам. От своих внутренних конфликтов, каких-то закрытостей, да, узких рамок вот этих вот, в которые человек сам себя вогнал, так он и живет. Ну, и давайте пару карт, затянулся расклад. Что ты еще хочешь передать? Последнее слово тебе. Ориентируется. Есть у него какие-то идолы, какой-то пример. Вот на них он хочет ориентироваться, у него не получается. От того, что человек не такой, каким бы он хотел быть, да, иногда есть мысли о том, чтобы уйти из жизни. О суициде, девочки. Это сто пудов так. Иногда человек рассматривает такую версию своей жизни, как уйти оттуда, из этой жизни, закрыть дверь, да. Связанный человек, связанный по рукам и ногам. Такое ощущение, что где бы ни был, в какой бы роскоши не жил, вот что есть на самом деле. Комната, в которой человек, да, много ниточек, который пытается дергать, но выбраться оттуда он не может. Вот такой вот он там и есть, да. От этого хочется быть, быть на луну, вплоть до убрать себя из жизни. Ну, в принципе, никто не виноват, да, что ты так живешь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!